Нет репрессий! Нет репрессий! Нет репрессий! Нет репрессий! Не все молодые люди были перетянуты Путиным на свою сторону. Около 20 активистов захватил бюро жалов в президентской администрации, требуя отставки Путина. Семеро из них были осуждены на пять лет. Третья правда. Почетки пальцев. Вася! Утарайся! Не кричать! А вот так вы не знаете? А вот так вы не знаете? А вот так вы не знаете? 23 сентября 2006 года Путин получил орден почетного легиона от президента Жака Ширака. Странно, но только русскому телевидению разрешили снимать. Почему мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы пожать руку какому-то Путину? Он вообще достоин рукопожатия руки? Это и есть вопрос, но этот вопрос перед собой никто не ставит. Анна Политковская – это 22-й журналист, убитый с момента прихода Путина к власти. Она готовилась опубликовать свой новый материал о Чечне, о Рамзане Кадырове и его бандитах. Она была убита у входа в подъезд 7 октября 2006 года, в день рождения Владимира Путина. Может быть, и сам Кадыров был замешан в этом. Через пять месяцев, в марте 2007-го, Путин назначил Кадырова президентом Чечни. Александр Литвиненко – бывший офицер ФСБ. Он тоже бежал в Лондон после того, как отстаивал версию о причастности ФСБ к взрывам домов в 1999 году. После выхода книги «Путин с Россия» После выхода книги «Путин с Россия» Они в отношении они усилия с угрозой с Кремля. Она была в целом количестве опасностей, которые стали более frequentы, прямо из Кремля. В одной из последних встреч она меня спросила, скажи, они меня могут убить? Александр Литвиненко никогда не закончит своего расследования убийства Политковской. Отравленный сильным радиоактивным веществом, он умер через месяц. Список со ста людей, возможных противников Путина, выложен в интернете. Несколько людей, которых вы видели в этом фильме, уже в этом списке. Они обычно имеют свое собственное мнение и высказывают его. Я, конечно же, думаю, что выбор времени для убийства Литвиненко, так же, как и Политковской, связан прежде всего с президентской кампанией 2008 года. Кто получил выгоду от этих преступлений? Есть несколько теорий. Но отсутствие правосудия в России убивает надежду на то, что виновники понесут наказание. Если Конституция не будет изменена, Путин не имеет права оставаться на третий срок. Но это он может сделать 2012-го или даже раньше, кто знает. Путин оказался очень умным, организовав власть, опирающуюся на несколько кланов и групп. Он понимал, что, опираясь только на одну группу, он потеряет независимость. И только опираясь на несколько групп, он сможет выжить, будучи модератором подковерных собачьих драк, большого капитала. Потеря власти в самом лучшем случае, значит для них потеря захваченной собственности. Но еще более вероятно, потеря свободы. Так что они борются за свое выживание. Только нахождение в Кремле может их ограничить от уголовного расследования. Если они не останутся, где они ухватили многомиллиардные куски, это неизбежно будет расследоваться. Я думаю, что для такого человека даже не нужно менять Конституцию, чтобы получить то, что он хочет. Ум, КГБ, непредсказуем. И он непредсказуем до такой степени, что нормальный человек даже вообразить не может, что произойдет. Так что он придумает что-нибудь. В этот день, когда вы закончите свой фильм, все может измениться драматически. И главный прогноз для России – это непредсказуемость. Потому что Россия в изменении, в нестабильной авторитарной системе и может случиться что угодно. Что угодно возможно в России, но непредсказуемость никогда не доходила до этих ступеней. В условии секретности кремлевских стен лидер и его люди контролируют государство, экономику и судьбу людей. Владимир Путин преуспел в своих планах. Он основал вертикаль власти, поднял экономику, сделал Россию лидером на международной арене. Спецслужбы России сейчас более могущественны, чем когда-либо прежде в истории. Какой выбор русские люди имеют? Как ни назови режим Путина, диктаторство или власть военных, эта система будет бороться за существование, приватизировать государство для бывших работников КГБ, игнорировать законы, попирать свободы мыслей. Русское дипломатическое и экономическое противостояние США вызывает дальнейшее разделение мира и тревожит не только русских людей о своем будущем, но и весь мир. На русский язык фильм переведен в 2010 году специально для сайта россия.ру Субтитры создавал DimaTorzok Tomorrow night, the war on science. I truly regard America's scientific soul to be at stake in this struggle. Why is Darwin's theory of evolution under attack? Darwinian theory can't explain life. There is, in fact, a legitimate scientific controversy over Darwin's theory of evolution. A legal battle in a small Pennsylvania town focuses the world's attention on a contentious theory. 11 parents of Dover students are now in court suing the Dover School District over exposing their children to a controversial concept called intelligent design. A theory that claims to have found scientific evidence for a supernatural creator of life. The only causal power that we know that could produce something like this is intelligence. Intelligent design is a movement on behalf of religion and it's going to destroy not just science, but religion. That's the war on science. Tomorrow night on the passionate eye.